что будет если хвойные растения растут близко рядом и много вопросов по этому поводу вот вы их посадили рядом они друг друга забивают нет я вам скажу это уже у меня растет примерно сосна крымская я тут сел ставил эксперименты да внутри она желтеет но сюда выходит вот такой шарик получается постоянно я его присыпываю и он такой и здесь даже осталась одна листеница вот видите на довольно хорошо смотрится я ее так оставлю я упущу в рост здесь проводов нету пусть идет этот шарики выкапывать не буду пусть пусть растет и ничего страшного с ним не будет то есть это когда-то тут была грядка я пробовал ставил эксперименты по посеву семян сосны крымской и теперь мы видим что превратился вот такой вот как бы шар здесь даже вот у нас ели коника ну осень я скорее всего ее заберу потому что ее от действительно и забить может она она и так уже с одной стороны скорее всего будет у нас ну такая односторонняя но ничего страшного я посажу ее на участке и она будет расти то есть если вы сажаете рядом то ничего страшного не будет но единственное конечно же смотрите за тем чтобы в дальнейшем они выросли не выросли и там по три по четыре метра чтобы уже невозможно было следить за ними и тогда конечно же плохо а этот шарик я буду обрывать постоянно присыпать он у меня будет в таком состоянии то есть ничего страшного не будет ну я буду же конечно убирать отсюда вот кизильник все пойдет на участок тучка колумна тут ель голубая тоже будет пересаживаться ну чуть подальше и туя книжка тоже убираться будет то есть останется вот этот шарик из много насаженной сосны крымской и посередине будет у меня идти две лестнице но одна точно в то со второй я не знаю что буду делать пока пока что не решил посмотрим кто из них что переборит ну я не вовремя не рассадил поэтому я оставлю так эти железяки отсюда уберутся и будет довольно красивый вид тут у меня так и просится так и просится беседка но на данный момент пока что нет ни сил ни времени ни средств делать ее поэтому пока что все останется так да близко дам может быть кто-то скажет что это плохо но нет я вас уверяю этот шарик еще лет десять будет радовать меня присыпать это я вам показывал примерно пять минут пять минут пять минут прищипали и все в порядке то есть по весне по здесь даже не прищипанные где то есть ну пусть они идут маленькие как бы ничего страшного и этой сосне уже по идее сейчас или не соврать лет 7 назад я ее посею там у меня росла туя колонна видная колонна здесь был киневик я все убрал перенес на питомник ну как они сейчас растут у меня то есть в грядке там тоже все очень плотно сосна крымская двухлетка трехлетка то есть растет прекрасно сосна крымская двухлетка в этом году очень хорошо стрельнула поэтому очень хорошие побеги если там на сайте у нас опять же стоит 10 сантиметров то здесь она идет видите до 20-15-20 сантиметров то есть нормальные саженцы будут ну у нас ее много сосна довольно хорошие а здесь вообще большие это почти с трехлеткой я не знаю двухлетка уже получается она но это еще солнечная сторона видишь солнце оттуда бьет сюда постоянно до 30 сантиметров и трехлетка тоже то же самое соответственно сантиметров 40 будет так это у нас трехлетка да это трехлетний саженец но даже где-то отводки уже имеет уже почка пошла ну это сосна крымская единственная у меня проблема с сосной веймутовой я не знаю что с ней делать она разрастается так а там у меня провода поэтому прежде чем сажать всегда учитывайте это ну к примеру вот тискал она видны канатки да я его рассажу ну где-то а вот на веймута ну красавица про ее убирать отсюда во я думаю не стоит вот там видно ствол юж не уже довольно толстоват я не знаю что с ней здесь я ее просто весной присыпал а верхушку я вообще секатором срезал сучка резом довольно мило получилось что мне не трогать неохота она просто карная ее если обкопать хорошо выкопать то можно тоже опять же ее пересадить то есть на участок брабант разросся можжевельный скальный разросся тоже надо все резать но половина я хочу попробовать на на то ну на черенки по обрезать его по метру где-то сделать из него взять у него черенки и забрать ну тут у нас камыш тоже надо убирать все на участок а то он больного сильно вольготности почувствовал тут был один куст сразу вообще не знаю что делать так ель колючую голубую мы будем убирать в другое место совершенно убирать мы будем сейчас я покажу куда вот я там уже начал облагораживать тую колоновидную вот сосна крымская кстати растет постоянно в таком росте она у меня уже лет 12 наверное я ее не трогаю здесь я посадил 4 колоновидных туи и вот там примерно я думаю что здесь будет и место здесь я посажу ель при пересадке я все же опять же сниму туя колоновидная была пересажена не скажу не 20 назад то есть заливается она хорошо там постоянно вода но чувствует себя тоже хорошо спустила даже шишку ну для семян я ее сажаю здесь у нас проводов нет поэтому она спокойно пойдет прямо но тема сегодняшнего ролика как бы о том что вот по вопросу о том что вы сажаете растение так близко что они будут забивать друг друга и они будут вмешаться и в результате что-то случится или погибнут те или другие нет я вам говорю вот семь лет она у меня растет чтобы именно погибшей не было ни одной вот она плотно была рассажена и даже лиственница видите семя попало вот две двери три лиственницы на самом деле довольно много я не знаю как я буду ну лесницу я хочу отпустить пусть она растет а внизу будет такой шарик шарик из сосны крымской но это видео более более такое больше познавательная я не знаю не знаю ответил ли я на ваш вопрос именно что будет если оставить их рядом пусть и вот даже пусть и которые приходят к вам то есть приходит к вам в посылках вы можете рассадить их точно также и у вас будет такой же шарик ну я не советую конечно садить ну так они плотненько растут как миксы как миксы ели зеленые мы делали прекрасно себя чувствуют растут могут вас . книжка кстати они я снимал отдельное видео думал что она стартовая вот даже вот видно что там белой побеги но к сожалению это всего лишь нехватка нехватка чего-то мутация просто происходит и ветости некоторые белеет ну это часто на ту и восточной поэтому это никакой не сорт моель пошла где-то примерно осенью после сезона после того как кончится сезон все выкопки пройдут я буду ее пересаживать кстати не забывайте у нас идет прием заказов на нашем сайте обязательно заказов очень много но вы пожалуйста пишите свою рабочую электронную почту все идет по электронной почте и посылка и трек номер мы можем некоторых случаях там где-то пойти на встречу послать это по ватсапу по ватсапу у нас только консультации я консультирую по ватсапу опять же все что могу сказать я говорю из своего личного опыта ничто не придумывая ничто не выдумывая никаких удобрений я не применяю поверьте кто-то скажет вот какие опять удобрения вы применяете опять вопросы пойдут ну это все будет пересаживаться конечно здесь потому что уже у нас довольно таки все заросло вот там еще тоже хочу пересадить бардак небольшой травы наросло бересклет вот этот красивый очень красивый хочу тоже на участок пересадить но это как вы видите не хвойная сосну вот эту шаровидную но сортовая я не помню но желтая по зиме прекрасно и вот эту ель тоже хочу пересадить туда ближе к туям чтобы они росли спокойно ну а зеленая зеленая поедет на участок зеленая плохо видно но она уже набрала опять три ствола можно обрезать но я не стану этого делать потому что а изгороди у меня вот они все из туи восточной вот закрывает прекрасно забор посажены они 40 сантиметров можно видеть вот там внизу ну конечно бардак ну тут идет ремонт сейчас я вот ее сбоку обрезал сверху еще не начинал хочу по забор тоже обрезать чтобы было более-менее красиво и четко ну работы много вот обрезал я формировал ну извиняюсь воздуха не хватает туикала на видны они были 6 метров там уже доставала до до провода то есть и при большом ветре могло все обрубить ель тоже еще не формировал поэтому все в будущем думаю концу концу июня я заформирую ель все будет хорошо но эти все будут пересаживаться в ноябре месяце после нашего окончания сезона брабан тоже надо обрезать можем друзья ну как я только все это сделаю я обязательно опять же сниму видео здесь будет дорожка то есть ну планы такие пока что ну на этом все что я хотел сказать носить рассказать на сегодня видео о том что сажать рядом конечно же нежелательно но если вы посадили и как бы у вас растет все в пучке тоже ничего страшного нету можно сделать из нее и форму и все что угодно сейчас ее выкапывать грибать если она будет пересаживаться будет с комом большим все вместе это также и уйдет пересадится и будет тут перебираться разрываться корневая потом это смысла я не вижу просто это будет вот такой вот шарик я его под формирую он будет довольно хороший поэтому растения друг другу не мешают вот они как растут так растут до внутри они желтеет конечно тут плотно все желто ну по виду не скажешь при при что я хотел сказать при при хипке вот здесь обычно появляется вот видите много почек и здесь много почек дальше она будет только пышнее я думаю что вот это лиственница она пойдет вверх и здесь нету проводов я ее отпущу здесь очень я сниму какая она будет желтая не желтая и внизу будет шарик я думаю будет довольно таки красиво кто-то скажет опять мучаем растения не мучаем вот у меня так ребята я делюсь чисто своим опытом подписывайтесь на канал делайте заказы опять же идет прием предварительных заказов уже я вам сейчас скажу если точно то четыре позиции если тело сегодня завтра я сниму 43 точно 3 это пихта кавказская там у нас что идет туя колоновидная трехлетка и брабан трехлетка так что пока есть время делайте заказы оплачивайте все уйдет под бронь вы ваше количество отнимем от общего и все будет в порядке с 15 сентября мы начнем отправку также на весну принимаются заказы все всего доброго всем удачи с вами был евгений филимонов вы были на канале питомника хвойный дворик спасибо всем за просмотр спасибо 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 и Субтитры сделал DimaTorzok